всем привет такой необычный формат сегодня потому что я просто не знаю как показывать пурпурату лаэлия котлея пурпурата она конечно огромная я поставила вот впереди нее обыкновенный фаленопсис чтобы представляли размеры кто со мной давно конечно знает что я ее выращиваю с такого маленького растения но в этом году конечно она огроменная просто я ее как вы видите пересаживала я попытаюсь найти предыдущее ее цветение и вставлю как в каком она была виде в каком она была горшке прикреплю видео о ее бывшем цветении в общем как вы видите вот так вот я ее смогла только посадить не могла найти большой горшок и я просто огромный горшок распилила и соединила ну в общем получилось вот так нужно за одну покажу красавчик такой фаленопсис очень красивые тоже лаковые цветы ну а пурпура то это пурпура то стрято на стряту в этом году конечно она очень-очень скудно зацвела всего три цветоноса и я объясню почему кажется что огромное растение должно было цвести очень и очень обильно ну вначале я скажу что я если видно внутри что я разрезала псевдобульбы я так делаю с огромными котлеями которые уже сейчас попытаюсь показать вот вот в этом вот месте у нее надрез видно да ну и вот она выдала сейчас молодые ростики начинают из центра потому что делить я ее не хочу а внутри конечно уже мало того чтобы мало чего что будет цвести и она как говорится немножечко перерождается но опять же цветение конечно котлее зависит только от солнца у меня продолжают спрашивать ну я опять же говорю что все орхидеи им нужно солнце для цветения не будут они цвести обильно и вот показываю вам как раз результат когда солнце попадало только на эту сторону она у меня стояла в углу моего гринхауса но я почему-то все думал что я ее вытащу 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 достану и поставлю ее на солнышко и в общем я этого не сделала ну и получилось так что вот эта часть было очень мало и солнца она эту попадала и вот так вот она и зацвела три цветоноса конечно огромные шикарнейшие цветы кто не знает у нее огромные цветы и конечно она бывает очень различных окрасок чисто белая сиреневая с розовой губой но у меня вот такая вот вся в разводах венках мне очень нравится ну и вот как вы видите опять она уже перерастает даже и этот горшок поэтому огромная просто огромная котлея и вот опять же видно вот я сейчас приближу вот здесь вот я разрезала с этой стороны хорошо видно да и вот она выдала под боковой побег и тоже вот так вот в сторону начала расти еще раз повторюсь что я такие процедуры делаю только на взрослых котлеях не слышала кто-то пытался разрезать на молодых но это очень 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 как бы ну осторожно нужно быть с этим поэтому вот такая вот красотень кто не знает она произрастает в бразилии это красавица и примерно конечно я может быть спросят меня размеры но вот высоту наверное сантиметров 80 я бы сказала вот цветонос всегда бульба ну и листья конечно у нее тоже высокие упругие всегда бульбы в общем вот так вот немножечко показала ее ну и уже по традиции вот так вот покажу вам как выглядит мой цветущий уголочек в моем коридорчике многие вам уже конечно знакомы но они долго будут цвести энцикле кардигера конечно радует опять аромат у нее бесподобный ну а тут расцвела моя тоже давняя красавица это гибрид с тенебросой цветочки сразу покажу такие некрупные у нее ну вот чем-то она мне нравится она цветет из года в год каждый год наверно у меня уже три года или четыре и название название у нее вот такое ноябре цветет ну вот уже декабрь она правда уже цветет наверно неделю точно я все никак никак опять не собиралась не могла собраться снять наверное она меня больше цветом нравится такой ярко не ярко а алла такой бордово-коричневый наверно цвет я бы не сказала что он красный ну и губа такая малиновая красотка разнообразная конечно количество коль котлей количество орхидей так вот подумать сколько сколько разнообразных красок класс на заднем плане уже практически полностью еще пару бутончиков сверху почти полностью распустилась и пикотлея бурдёкин хани она очень ценится почему-то в судействе всегда когда приносишь ее или котлей выбирают ее это вот как вы видите такой салатовый он только распустился но этот более белые это уже цветет какое-то время очень долго держатся цветы вот я покажу название к то если в общем и я не помню честно говоря полностью сейчас не буду вдаваться в подробности я думаю что кому интересно тот может найти ее родителей такое тоже не мелкое растение я и делила и она так немножечко немножечко тоже приболела но вырастила все таки три цветоноса и будет будут будут очень долго цвести у него такой тоже аромат ну не цветочные но такой приятный это кахлеата продолжает 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 открывать свои осьминожки быстро на их тоже открывает но держит очень долго я носила на наше собрание очень приятно когда комментирует узнают моих красоток очень очень приятно ну а название извинюсь многие пишут что не было названий иногда у нас собирается очень много народу и все хотят показать что цветет и конечно нет времени очень мало времени чтобы снять я хочу конечно снять запечатлеть и показать вам иногда мне хочется просто самой походить по наслаждаться тоже но думаю ладно в том году в том месяце я пропустила наше собрание думаю я сниму ну и конечно не хватает времени чтобы полностью снять показывать все названия орхидеи очень очень тяжело это делать не хватает времени все хотят ходить и смотреть и конечно я не хочу всем мешать пытаюсь сделать это насколько могу быстро это уже постепенно тоже это уже постепенно тоже оцветает конхомониана ну вот наверное из-за того что пурпурата пурпураты недолго очень держится и мне кажется вот поэтому тоже цветы не так долго держится как у котлей но конечно очень очень все равно они красивые один цветонос уже отсвел а этот еще эти два еще держатся таким бодрячком там моя красотка малышка мы с ней кстати заняли второе место на нашем это было наше последнее заседание нашего клуба в этом году может быть поэтому и все так принесли много орхидей всем хотелось показать ну и честно говоря нам в этом месяце давали призы я честно говоря даже сама не ожидала ну как призы денежные призы ну такие ну вот за второе место мы получили 15 долларов наверное за первое было 20 ну такое знаете приятно не всегда у нас это делается мы просто иногда между друг другом выставляем орхидеи и первое второе третье место в общем сами себе выбираем сами себе радуемся в общем а в этом месте решили потому что может быть завершение года и вот так вот решили нас порадовать маленьким сюрпризом это я показываю final blue держатся тоже цветы насколько у нее приятный аромат все-таки волкириана делает свое дело запахом ну а здесь распустилась котлея форбезиай альбовая форма я их почему-то очень люблю не знаю может быть этим изяществом губы губы изогнутой у меня есть и обыкновенная форма тоже у альбы не такая не такие разводы на губе у обыкновенной больше разводов ну посмотрим если она вот раз цветет в ближайший день 2 я ее засниму тоже покажу это такие лайма такие и лайм и желтый присутствует цвет ну очень красивая тоже но это наверное многие знают желтенький такой дендробиум линдли это у меня крупноцветковый линдли у меня есть обыкновенный у него намного мельче цветы ну вот кто знает я покажу для сравнения обыкновенно у него цветы немножечко поменьше а эту форму у меня в том году дал наш один член клуба и вот она у меня выдала три цветоносика ну вот мы их так вот пока что наращиваем красивые крупные цветочки свой кстати я не успела заснять он у меня цвел когда я была в отъезде а это цветет попозже и вот он вот сейчас вот меня порадовал длинные такие цветоносы у него мне кажется и псевдобульба более покрупнее ну в общем вот такой вот красавчик красивые нежные цветы у нас был вчера дождь ветер вроде бы лето что-то непонятное происходит в мире в природе непонятно непонятно это я сейчас показываю ванда денис и не она такая форма обычно они цветы просто желтые нежно-желтые желтые ярко-желтые почти оранжевые есть цветы очень красивые ну у меня вот такая вот форма нежный такой желтенький язычок ну вот у них вот такие вот мне напоминают как куколки внутри аромат тоже сильный ну вот и как у култаны я показывала она точно она продолжает тоже наращивать свой второй цветоносик ей досталось култане досталась от теселаты такая куколка ну а дениса не она это природная орхидея и запах у них конечно очень приятный такие изогнутые очень плотные цветы такие плотные плотные на ощупь ну вот как и у култаны красивые очень красивые такие корешки сейчас начинают тоже расти ну в общем я единственное что вот еще одна тоже здесь это вы уже видели красавицу вот так вот у меня медленные удобрения в коробочках и при поливе они понемножечку понемножечку питают корни вот такие вот ванночки цветут сейчас в декабре ну а здесь брасия брасия брачиата Гватемала Гондурас Панама природная орхидея тоже природная брасия она у меня не так давно я ее мне ее кажется даже кстати отдали на одной из наших последних выставок на которой я была наш член клуба он ее не продал говорит на тебе ну думаю ладно посмотрю как расцветет ну такие интересные цветочки нежные конечно ничего яркого красивые такие вкрапления на губе зеленые очень интересная тоже запах кстати немножечко мне кажется какие какой-то мятой пахнет такой слегка слегка ну а там наверное узнали уже это максима еще цветает а здесь красуется два цветочка открыла только это красавица красавица мариба тайгер гибрид леопольдиаль на шелериану конечно очень я люблю эту орхидею очень красивая цветение у нее стойки такой я бы сказала очень насыщенный аромат красавица всего два цветочка в этом году но я ее кстати она мне всегда висела как ванда может быть это повлияло я просто уже не знала куда девать ее бороду и в общем я ее так вместе с горшочком кто со мной давно может быть помнит я в общем вот так вот упаковала ее потому что конечно неудобно хватает ванду которых корешки свисают красот красотка это я все показывала все понемножечку цветет и пахнет красиво это распустилась неожиданно такой один цветочек это вот такое вот название котле чея мая неудобно так читать через телефон чин хуа сплаш все извините уронила гибрид с простычея энциклия мария у меня есть малыши совсем малыши я покупала фласку в том году и они конечно это моя мечта мария виталина они у меня очень маленькие ну надеюсь немножечко подрастут и выживут в моих условиях и наконец-то я увижу их цветение вживую потому что у нас я честно говоря ни у кого не видела ну а это вот такой вот красавчик гибрид вы знаете у него очень очень приятный аромат очень нежный цветок такой не очень крупный но интересны эти салатовые лепестки конечно интересно смотрится так ну и что я еще не показала вот вот распустился бульбофилум бульбофилум лобби ай я ее очень жестко поделила она уже нарастала одна на другую прямо бульбы были ну и я решила их поделить и всего два цвета два цветочка выдала в этом году скажу сразу кто не знает запаха у нее нет цветы довольно таки очень крупные ну и знаменитая бульбофиловская губа это я все показывала ну и наконец наверное покажу мою мечту покажу она все-таки расцвела это настоящая пандурата если вы видите это реально черный цвет и это наконец-то она в моей коллекции я безумно счастлива если кто-то помнит я приобрела недавно не за дорого не помню уже сколько орхидей у одних из наших членов клуба они переезжали и они продавали свою коллекцию и я конечно знала что она у них есть пандурата но как мне хозяйка сказала что она у нее не цвела два года я видела цветение именно этой целлогины два года когда я обнаружила что у меня моя не пандурата моя оказалась гибридом цвела шикарно было два цветоноса но у меня был гибрид это была целлогина буфродиенце я свою кстати тоже покупала как пандурату и это очень распространено когда ты покупаешь и думаешь что у тебя одно название но как оказалось у меня был гибрид я очень расстроилась искала долго и наконец-то нашла конечно не могу вам сейчас поставить для сравнения но я вот вставила фотографии и она когда расцветает тоже гибрид у нее вроде бы как тоже черные черные такое вот черно зеленая на губе но потом она превращается в коричневая и в этом разница буфродиенце буфродиенце это гибрид с пандуратой и аспиратой и получилось очень красивые тоже конечно цветы но не такие и кстати я свою гибридную тоже я ее пересадила она немножечко болела и конечно не цвела в этом году я сейчас покажу ее быстренько тоже кстати кто-то у меня как-то спрашивал про нее вот так вот она себя чувствует я ее пересадила не знаю зачем или у меня кто-то мне кажется попросил задние псевдоболь бы ну в общем больше от кого делать не буду вот такое вот название и вот вот так вот новых нам не выдала одна псевдоболь в два новых роста она этой один было много дождей конечно и она это псевдоболь бы пострадала более темное место у нее ну вот как вы видите эти не выдали никаких цветоносов потому что у нее начинают уже в таком возрасте видно у нее цветоносы но здесь ничего нет и я сейчас понимаю что ей было недостаточно солнца когда моя новая целогина висела просто на солнышке я перенесусь опять сюда лучше конечно разглядывать цветы чем пустые псевдоболь бы просто показала ему кто-то меня спрашивал еще раз повторюсь что я ее оставила когда я их приобрела просто она у меня здесь вот висела в моем коридорчике и ей было предостаточно солнца ну и вот как вы видите она расцвела я очень очень рада я ее оставила в этом же конечно же субстрате в этом горшке как я покупала ну единственное что конечно я ее очень очень хорошо поливала потому что здесь по мху конечно очень видно когда вот сейчас уже нужно поливать я сейчас сбрызну у нас обещают следующие три дня очень жарко 35 градусов будет очень очень жарко поэтому я сейчас быстренько сбрызну весь мой коридорчик вчера поливала мои гринхаусы на ночь но не успела а это сейчас бы сбрызну мой коридорчики пойду на работу в общем что могу сказать это красиво это нереально красиво в общем на такой нотке я с вами прощаюсь всем пока пока до новых встреч всем был желаю мира и счастья пока пока